Всем привет! Духовки в 70-е годы были потрясающими, в 80-е годы они стали еще лучше. Сегодняшние духовые шкафы это совершенно другая история. Сегодня я постараюсь рассказать вам о том, как выбрать, либо не выбрать духовой шкаф, и о том, что, собственно, происходит с этим рынком. Духовой шкаф это центр вселенной, духовой шкаф это центр кухни, именно от него пляшется фактически вся современная кухня, как сегодня, так и 50, так и 70 лет назад. Так вот, современные духовые шкафы потеряли практически все свои функции, которые были доступны и интересны еще какие-то 20-30 лет назад. Виной тому не производители духовых шкафов, хотя хотелось бы, конечно, называть их таковыми виноватыми, виновен тому исход среднего класса. Дело в том, что есть такое понимание, в принципе, в большинстве развитых стран, как средний класс. То есть те люди, которые не являются мультимиллиардерами, которые не являются олигархами, которые просто живут, ходят на работу, зарабатывают прилично, имеют хорошее образование, собственно, отправляют детей учиться в вузы и таким образом составляют центр вот этого среднего класса. Они могут себе позволить отдохнуть где-то далеко на юге раз-два в год, они могут себе позволить отправить ребенка в хороший институт, они могут позволить себе купить хорошую машину, ну и, само собой, иметь отличную кухню. А еще какие-то 40 лет назад, собственно, средний класс европейский мог себе позволить купить и Гагенава, и Дидитриш, и то же самое Миле совершенно спокойно. Потом случилось изменение рынка кардинальное. Произошло это в 89-м году, когда рухнула Берлинская стена, и, собственно, немцы, которые жили на Западе и думали, что их будущее, в общем, их пенсионные накопления, их стабильность, она бесконечна, они оказались в ситуации очень неприятной, потому что все их деньги фактически отправили на восстановление ГДР. Так как Германия была центром локомотива европейского, соответственно, посыпалось все с нее. Дальше потери среднего класса начались и в Италии, и в той же самой Франции, и в Великобритании, и в Швеции. То есть постепенно количество этих людей, которых можно было отнести к среднему классу, которые готовы были бы покупать духовые шкафы среднего класса, стало заметно снижаться. А ситуация, которая произошла в течение последних двух-трех лет, имеется в виду прежде ситуацию с ковидом, резким падением экономики во всем мире, привела фактически к тому, что на технике среднего класса можно поставить большой крест, ну или, собственно, положить крышку гроба, потому что не осталось фактически того самого среднего класса. И на данный момент времени основная масса покупателей – это люди, которые приобретают духовой шкаф для того, чтобы он был. Очень мало людей, которые действительно выбирают духовку, подходит к этому с умом. Многие люди ориентируются на какие-то свои прошлые победы, то есть они покупали духовый шкаф 15 лет назад, и, исходя из этого, считают, что в духовке был пиролиз, соответственно, он и сейчас не нужен, в духовке был вот такой вот дисплей, он и сейчас не нужен. На самом деле все изменилось до неузнаваемости. Давайте пройдемся по функциям, за которыми сейчас не стоит гнаться, выбирая духовой шкаф. Итак, первая из них – это, конечно же, пиролитическая самоочистка. Дело в том, что в последний раз в 2015 году упускались духовые шкафы с полноценной пиролитической очисткой на европейском рынке. С тех пор максимальная температура пиролиза была снижена с 500 градусов до 450. Некоторые производители умудрились окольными путями догнать температуру до 480, то есть сделать высокотемпературный пиролиз. Это было сделано для экономии электроэнергии, то есть вы покупаете за те же деньги, хотя на самом деле за большие деньги, духовой шкаф с пиролизом, а после пиролиза вам еще необходимо помыть духовой шкаф. То есть в данном случае это так называемый недопиролиз. Вы заплатили за него, тем не менее, ручной уход за прибором все равно остается за вами. Вы все равно вынуждены будете эту духовку чистить. Чистить направляющие, чистить стенки, очистить противни, чистить телескопы и чистить стекло. Поэтому на данный момент времени покупка пиролиза, она актуальна разве что для самого премиального сегмента техники. Это для некоторых моделей Куперс Буша, для Гагенау, для Миле. То есть там, где действительно есть определенные резоны платить за это, то есть за этот функционал. В остальном в духовой шкафах пиролитическая самоочистка, это больше пережиток прошлого. В течение 70-80-х годов в духовой шкафах появилась технологическая система очистки, технологическая химическая система очистки. Расставленная на катализе. То есть в данном случае это по сути уголь, который находился на стенках, который впитывал жир, разлагал его на составляющие CO2 и H2O, ну и соответственно сам уничтожался и уничтожал этот жир. Угольные направляющие, или каталитические, если быть честно понятно, что это не живой уголь в прямом смысле этого слова, ставились практически всеми производителями на рынке. Технология была потрясающая, она продавалась фактически в каждой духовке. И многие производители продавали эти панели отдельно, потому что если вы часто и много готовите, и вам необходимо, чтобы чистые были стенки, то через год, два, три, пять, в зависимости от чистоты готовки, вы могли их заменить. Сначала стенки каталитические сделали несъемными, потому что это было слишком дорого, да изготавливать эти детали было никому не нужно. А затем их вообще убрали. То есть на данный момент времени каталитическая очистка – это редкость. Если раньше люди думали, как бы избавиться, как бы найти духовку без каталита с обычными стенками, то сейчас ситуация прямо противоположная. Как, например, лет 15 назад найти стиральную машину с инверторным мотором, так и сегодня сложно найти ее без инверторного мотора. Поэтому система очистки в духовой шкафах у большинства отсутствует в принципе. Гитеролитическая система очистки, либо там аквалитическая система очистки, как вы ее не называете, это каша из топора, ее нету. То есть в данном случае это то, что делала любая бабушка 30-50 лет назад в любой газовой духовке. Миска с водой ставится, включается духовка за счет того, что вода испаряется, жир что-то там пригорает, да, обычная кастрюля. Грязная кастрюля, что-то прикипела, залили водой, скипятили, и все, пожалуйста. Вы можете легко отмыть кастрюлю, к которой что-то пригорело. Поэтому гидролиз – это не система самоочистки, это система, скажем так, изъятия денег у населения и не более того. Поэтому в современных духовых шкафах найти сколько-нибудь вменяемую очистку практически невозможно. Я уж не говорю о том, что некоторые производители используют в своих духовых шкафах каталитическую очистку, в духовых шкафах с паром, что приводит к тому, что начинается гниение. Этим чаще всего бытует Bosch, Siemens, NF, у которой действительно гниение может начаться буквально через пару лет после покупки прибора, тех же самых боковых и задних стенок, имеющих эколитическую очистку. Для того, чтобы этого избежать, та же самая Милле стала делать все свои духовки-пароварки из нержавеющей стали. Все классно, но в такой духовке невозможно готовить. Вы же понимаете, когда вы готовите в духовке из нержавеющей стали при температуре 230 градусов, и у вас на боковую стенку попадает жир, то этот жир вы уже никогда не очистите. Поэтому Милле четко говорит, что к этой духовке-пароварке лучше купить еще одну духовку, а этой духовке-пароварке лучше пользоваться только как духовкой. Потому что иначе у вас будут определенные сложности, но мы бы вам не рекомендовали этого делать. Следующий фарс – это телескопы. В течение 70-х-80-х годов фактически каждый производитель изощрялся в изобретении нового типа телескопов. Все больше и больше шарикоподшипниковых систем, все более плавный и все более далекий выезд. И где это в данный момент времени? Практически ничего нет. Абсолютное большинство производителей старается выпускать свои приборы в базовой комплектации без ничего, то есть в данном случае без телескопических направляющих, либо устанавливая один уровень, извините, убогих телескопов, которые выезжают, а там на половину, либо на три четверти, гремят, скайпят и толком никакого отношения к телескопам, которые были 15-20 лет назад, они в принципе не имеют. Это совершенно другой уровень телескопических направляющих. Следующий момент, кроме телескопов, это объем духового шкафа. Дело в том, что еще какие-то 20-30 лет назад стандартный объем духового шкафа составлял 45-55 литров, это в общем никого не волновало. Это сейчас я рекомендую всем, смотрите на Литраж, обращайте на это внимание. Дело-то в том заключается, что главным критерием при создании духового шкафа было не качество готовки, не надежность самого прибора, а энергоэффективность. А энергоэффективность духового шкафа это соотношение расхода электроэнергии к объему духового шкафа в том числе, ну и собственно к готовке. Чем больше воздуха в духовке, тем лучше, тем равномернее распределяется воздух внутри и так далее. Все это приводило к тому, что все производители гнались только за одним, за Литражом, придумывая даже фантастический Литраж, которого нет. В духовках некоторые производители стали указывать не только рабочий объем, а общий объем. То, что за стенкой тоже воздух есть, его тоже можно учитывать. И над ТЭНом, над верхним тоже воздух есть, еще там пол-литра можно добавить и получить новый, более классный сертификат. Таким образом, производители играли фактически стреляя себе в ногу. Игра была на выбывание. Собственно, это конечно далеко от игры в кальмаров, но тем не менее ситуация была примерно та же. То есть чем дальше они заходили, тем сильнее и слабее становилось все вокруг. То есть сильнее становилась их прибыль и слабее становились их духовые шкафы. То есть зарабатывалось денег все больше, а результат становился все меньше. На нынешнем этапе времени покупать духовые шкафы маленького объема, там 50-60 литров, я никому не рекомендую. Все, кто оказывался, обращался ко мне на консультацию, знают отлично, почему я это делал и в каких случаях стоит взять маленький духовой шкаф, а в каких стоит не допускать этого. Это зависит от того, что вы собираетесь готовить. Из духовых шкафов полностью исчезает функция программирования. Еще какие-то 15-20 лет назад фактически 8 из 10 ведущих европейских производителей имели духовые шкафы с программной автоматикой. Ныне уже нет никаких 10 европейских производителей. То есть в данном случае есть буквально 4 марки торговые и собственно и все. И только у одного производителя есть система, позволяющая запрограммировать последовательность хода. Я имею в виду модели среднего класса. И этот средний класс уходит. Большинство производителей в течение этого лета и этой осени останавливает производство своих приборов среднего класса. То есть в данном случае они переходят к производству совершенно иного. То есть зеркальцев для папуасов. Если для покупателя, например, среднего класса важно было то, что духовой шкаф может готовить, что духовой шкаф удобен, что он тихий, что он равномерно распределяет тепло, то для покупателя бюджетного сегмента важно, что это просто духовка и в ней можно хранить противень. То есть к ней требований нет. Это знаете, как вот для того, кто бегает, нужен адидас. Для кого нужно выйти семечки пощелкать в дворе, для тех нужен адибас. Дешевая одежда, чтобы надпись была красивая и не более того. То есть понятное дело, что настоящий повар, то есть утрированная бабушка, которая 50 лет готовила те же самые пирожки в газовой духовке без контроля температуры, без ничего, она приготовит их где угодно. Она приготовит их в русской печи с обычными дровами, и пирожки получатся вкуснейшими. Но речь-то о другом. Никто же не хочет этого. Никто не хочет тратить всю свою жизнь на то, чтобы научиться печь пирожки. Люди покупают духовку для того, чтобы нажать на кнопку и получить их на выходе. Мы с вами отлично понимаем, что не нужно быть владельцем айфона, чтобы качественно снимать. Хороший настоящий фотограф от бога снимет на обычную картонную коробку. У него получится шедевр. Собственно, идите на выставку фотографов 19 века и увидите, что они творили, не имея фактически никаких фотоаппаратов. Это были шедевры по сравнению с тем, что снимается на современные андроиды и айфоны. Поэтому в данном контексте, говоря об духовых шкафах, то духовые шкафы, безусловно, каждый может сказать, а вот мне нравится, как он готовит. Это связано с тем, что мы не знаем, как должен готовить духовой шкаф. И в большинстве случаев человек, который перешел от утрированно-газовой духовки сразу к духовке электрической, дешевой, плохой, которая практически не готовит, у него все равно есть эффект вау, от этого никуда не деться. Хотя бы даже, чтобы подбодрить себя. Как духовка классно готовит. Приготовить картошку с мясом, запечь грибы можно в любой духовке. То есть для этого достаточно приноровиться, но не более того. Но настоящие духовые шкафы, которые действительно готовили, извините, как с иголочки, которые действительно могли приготовить потрясающее блюдо, потрясающий ужин, там из одного-двух-трух блюд нажатием на одну клавишу, они концептуально уходят с нашего рынка. Большинство производителей заменяет свои приборы. То есть они заменяют свои приборы, шедшие для среднего класса, приборами бюджетными. У всех появляются дисплеи, даже у обычной дешевой механики появляется индикация температуры. Все пытаются привлечь внимание покупателя дополнительной подсветкой, там светодиодными подсветками внутри, плавным открытием дверц, хотя опять же и все некоторые производители и этим брезгуют. Только для того, чтобы продать. То есть современный рынок нацелен на селаут. Важно продать духовой шкаф и дальше хоть трава не расти. Мы это с вами знаем, заходя фактически в каждый магазин, мы это видим. То есть никого не интересует, что вы будете готовить в этой духовке. Никто не спрашивает это. Вам говорят, какой размер духовки, какой цвет, вот берите вот эту китайскую. Да и сейчас еще раз расскажу вам, не умеют китайцы готовить. Нет в китайской кухне технологий, которая позволяла бы, рецептов, которые позволяли бы использовать духовой шкаф. В принципе нету, не готовят они. И для них духовой шкаф это абсолютно чуждое понятие. И когда я об этом говорю, мне сразу вспоминается кадр из фильма, либо фотографии из книжки про Хатабыча. Когда он стоит на улице и Вольке нужно позвонить, а в таксофон стоит очередь, он выдергивает волосок, трах тебе дох, трах, и делает огромный красивый телефон-автомата с чистого мрамора. Волька пытается по нему позвонить, говорит, ну это же каменный. Говорит, да, из чистейшего мрамора у Волька, специально для тебя. Так вот вопрос в том, что красивые духовые шкафы, безумно красивые, стильные, они умеют это делать, но они абсолютно пустые внутри. И, к сожалению, эта тенденция ждет в ближайшее время европейский рынок. Еще раз повторюсь, многие европейские компании уже сменили свой ряд постепенно. То есть они сделали модельный ряд для олигархов, утрированных для тех, кто готов заплатить за духовой шкаф 2-3-4 тысячи евро. И остальные модельные ряды просто удешевили. То есть средний духовой шкаф потерял основные возможности свои в течение последних 4-5 лет. И в этом году он окончательно потеряет последние остатки рассудка, если так можно выразиться. Поэтому, если вы хотите купить бытовую технику, не откладывайте это на следующие годы. Если у вас стоит старая духовка, то, безусловно, рекомендую не откладывать это все в долгий ящик. И купить ее пока еще можно купить. Хорошие духовые шкафы. Всем огромное спасибо. До будущих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин